Всем привет, друзья, с вами Неломоб, и сегодня мы с вами поиграем Hello Neighbor Alpha 2. Привет, сосед, Alpha 2. Но прежде чем мы начнем, я хочу вам сказать, что вы молодцы у меня. Самые, самые умные, самые такие внимательные. Помните, я вам показывал этот цветок? Да, это сирень, это сирень, вы угадали. Да, это она. Но, и у меня есть еще одна для вас загадка. Но прежде чем мы начнем, вы наверняка, если я не поленюсь, увидите сейчас ваши комментарии. Ну, очень много людей писало, что это сирень. И вы, в принципе, угадали. Но у меня еще есть вот такое вот. Ха-ха-ха. Вот такой цветочек. Кто ездит к бабушке, к дедушке в село, знает, что это такое. И, наверное, напишет в комментариях. Сейчас я не буду отвечать, что это такое. Но вы пишите, кто догадается, тот молодец. И, возможно, тот, кто догадается, попадет в видеоролик в комментарии. Вот свет я включил, чтобы вам лучше было видно, что это такое. Выросло оно с маленькой-прималенькой косточки. Вот. Кстати, также вы мне писали много, что уже вот-вот 4-го числа выйдет альфа 4-я. Будем играть, конечно же. Возможно, даже постримим. Будем вместе все ждать. Вот. И будем играть. Мне самому очень интересно, что там. А сегодня тоже мне один из подписчиков писал провести такой челлендж. Ну, как челлендж, такое я дал мне задание. Нужно поселиться на ящике. Я так сначала подумал. Хм, а как это поселиться на ящике? Что он имел в виду? А потом подумал, подумал. И до меня дошло, что, в принципе, это должно быть прикольно. Поэтому пишем ченниж сайдс, хотя бы 8. Увеличиваемся. Приседаем. И ставим ящик. Опа. Поставился. Хорошо. Снова пишем ченниж сайдс. Увеличаемся до размера 0.5. Хватит. Мы стали совсем маленькими. Теперь пишем гост. И мы можем, по идее, летать. Давайте же посмотрим, какие ящики у нас будут теперь сверху, если мы их будем ставить. Вот здесь я и хотел поселиться. Такая площадка неплохая. И меня не будет видеть здесь сосед. Что немаловажно. Опа. Вполне неплохо смотрится. Ящичек 1. Ставим еще ящички. Значит, основная цель нашего домика на ящике, это система для наблюдения сверху за соседом. Чтобы мы могли сверху наблюдать за ним. И чтобы могли его, если что, в него стрелять и чем-то бросать. Вот такая система у меня защиты. Тут пока что выстраивается. Здесь я буду стоять так в укрытии с пушкой и отстреливаться, если что. Но, вы знаете, что мы здесь долго не протянем наверху. Смотрите, здесь высоко. Сам не спущусь, поэтому мне нужна еда. А еда у нас была где-то здесь. Вот, 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 вот тут. Да, это наш холодильник. И мы в него будем собирать сегодня еду. Холодильник, я думаю, что стоит поставить где-нибудь в этом углу. Думаю, вы не против. Так, надо поближе. Может быть, еще ближе. Кстати, очень опасно здесь обустраиваться. Почему? По какой причине? Что если я случайно нажму здесь и возьму, все мои вещи сразу же упадут вниз. И я все потеряю. Все, что я строил, потеряется. То есть, это довольно надо аккуратненько стараться. Теперь нам нужно наполнить нашу корзинку едой. Для этого мы летим обратно и смотрим. Тут яблоко, хлебушек, тут бананчик был. Все берем, молоко. Это все очень вкусное. Я это очень люблю. Вот молоко и бананы, я не знаю. За них можно душу продать. Но очень вкусненько все. Оп. Оп. Так. Хлеб, хлеб. Ух ты, вы видели, как он прыгнул? Сальто сделал хлеб. Ставим бананчик. Все. Но еды это мало. Мне нужно еще еды. Поэтому мы летим. Берем еще какие-нибудь яблочки, суши, молоко. Что-нибудь такое вкусненькое, конечно же, берем. Вкусненькое. Вот. В принципе, я думаю, столько уже еды нам хватит. Но я вам скажу, что это может быть еды хватит даже не на одного человека, а на двоих. И правильно вы догадались. Сейчас мы полетим за Сьюзичкой. А Сьюзичка наша где-то здесь была спрятана. Я уже... Ага, вот она, да. Вот это Сьюзи. А вот ее напарница, двойник Сьюзи. Берем их двоих. Они будут у меня выполнять роль этих самых... Роль кухарок. Вот. Одна Сьюзичка-кухарка. И ее двойник, ее подружка. Подружаня, ее подружаня. Они тут вдвоем будут у меня готовить еду. И, если что, буду помогать мне подавать патроны, чтобы я стрелял в соседа. Вот. Мы летим дальше. Что нам нужно? Ага. Ну, я, конечно же, буду своих девочек баловать. Утром, утречком, утречком им кофе в постель буду делать. Поэтому берем вот это вот дело. И кружечки. Надо еще кружечки где-нибудь найти. О, сосед чуть не словил меня. Аккуратненько ищем. Вот еще одна. Стаканчик, еще один. Это не совсем стаканчик, но похоже на стакан, согласитесь. И вот третий. Все, у нас есть три кружки и чайничек для того, чтобы мы делали... Душ помоемся, примем ванны. Все, 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 летим обратно. Хватит балдеть. Нужно делами заниматься. А то, если сильно расслабиться, сосед может к нам тут подобраться. И начать, начинает начать вот так понемножку карабкаться, карабкаться, карабкаться вверх. О, о, о. И буду излазить. А я сверху ему кружкой по голове. Бобоу. Но это уже такое. Это если он будет ко мне лезть. Так, он где-то рядом. Он где-то рядом. Где он? Он уже внизу. Он хочет уже ко мне лезть. Сосед, уходи. Я сейчас тебе кружкой по голове кину. Уходи. Уходи, я сказал. Он не уходит. Ладно, ставим. Ставим. О, кажется ушел. Кофеечек. Девочки, девочки, угощайтесь. Очень свежий кофе. Арабика. Так. Кружка, кружка. Но потом заберем. Значит, что еще? Я думаю, что мы можем забрать, попробовать колесо. Ха-ха, получилось. Он даже не смог меня поймать. Видели? Колесо мы поставим ближе сюда, где наша система защиты. Чтобы мы могли, если что, колесо пнуть. И ему прямо на башку побахнем. Так. Так, сейчас пробуем делать рисковый трюк. Смотрите, я лечу. О-о-о-о. И забрал. Да. Он меня не словил. Я нырнул под землю. Я как дельфин в воду. Как русалка. Я не знаю. Как их тяндра какой-то. Так, таблеточки заберем тоже. Вдруг у меня будет бессонница. И мне они очень даже пригодятся. Или девочек нужно будет усыпить. Мало ли, разбуянится. Так. Ладно. Это сюда. Не будем сейчас об этом. Мы кружечку должны вот сюда поставить. Все, девочки. Пока что варите кофе. Хорошо? Хорошо, не лопаю. Видите? У меня очень послушные девочки. Это меня радует. Но теперь нам нужно больше оружия. Ну, я вообще-то миролюбивый. Оружие так не сильно люблю. Но, знаете, сосед такой. Тяжело его предвидеть, что у него в голове. Поэтому мы должны все-таки обезопасить себя. И найти какое-то оружие. Допустим, лом. Гаечный ключ. Пистолет. Ну, все такое, знаете, что обычно нужно нам, чтобы отбиваться от него. Вот. Это все ставим вот сюда на баррикады. Тут, если что, с Юдичкой и ее подружка берут. Берут это все дело. И сразу же помогает мне отбиваться от соседа. Да-да-да. Пушку ставим. Чуть не упало. Но, в принципе, неплохо. Может быть, заберем. Нет, не будем рисковать. Может пропасть. Пропадет ящик. Так. Гаечный ключ и лом. Отлично. Красиво все стало, по моему мнению. Так. Урна. Урна нам пригодится для того, чтобы выбрасывать отходы. Отходы девочки. Тут они готовят. И вот могут себе отходы сбрасывать. Да. Ну, а в случае, если у нас будет бак уже полный такой довольно, мы сможем соседу на голову сбросить мусорку. Поняли? Вот. Что еще? Теперь нам нужно сделать развлекательный уголок. Это что такое? Это, конечно же, мы возьмем себе телевизор. Ну, мультики смотреть. Заходить на канал Неламопа. Там новые видосики смотреть. Ну, понимаете, да? Вот. И мы вот летим. 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 Телевизор. Вот они тут на кухне готовят себе. Какой-то там стриптней занимаются. Там то-се. Готовят блинчики. Может быть, с вареньем. А вот тут и ставим коробка раз. Коробка два. И сверху пытаемся поставить телевизор. Замечательно. С первого раза получилось. Редко так бывает. Смотрите. И вот они себя развлекаются уже. Машут ручками к нам. Все отлично. Бежим. Бежим дальше. Что еще? Кресло. Конечно же, кресло нам нужно. Кресло. Опа. Соседушка. Соседушка. Дай нам кресло, пожалуйста. Тебе оно не нужно. Нам нужнее. Нам нужнее. Кресло и защитная система. Это мы берем эти вот петарды. Конечно же, петарды. И мы там будем сейчас их разбрасывать. Под нашей... На подходе. На подходе к нашему... Вот. Тут петарды лежат. То есть, сосед, если вдруг нападает... Я включаю петарду. Где он там? Где он? Вон он стоит. Сосед нападает, да? А я включаю петарду. И он бежит такой... Оооо! Взрывается! Видите ли? Я ему поджег попу. У него трусы сгорели. Походу там все черные. Фу. В общем... Вы поняли, да? Какая у меня функция петард? Кресло. Вот сюда. Чтобы я тоже мог смотреть. Они готовят. А я мог себе смотреть. Во! Кстати, с первого раза, по-моему, кресло установилось. Хорошо. И не упало. Видите? Хорошо. Мне очень нравится. Все. Мы тут... Наша семейка дружная тут стоит себе и смотрит. Сидит, вернее. Что еще? Книжечки. Нам нужны книжечки. Гарри Поттер. Про Микки Мауса что-нибудь. Про комиксы. Про этого самого... Бенди, возможно. Что-нибудь еще там. Про поночку. Ну, что-нибудь такое интересное, да? Вот. И мы... О, про... У Боба, может быть, какие-то разумные. Разукраски. Вот это наши книжки. Это все наши развлекательные штучки. И это у нас в уголок с игрушками. Вот здесь. Подальше. Тут мы будем воевать на этой стороне. Спрасывать всякий мусор, там, оружием стреляться в соседа. А здесь мы будем развлекаться. Книжечки читать. Здесь мы себе садимся на картаны. Так, знаете, так... Садимся. И все. И сидим, и читаем. Вот. Но вы понимаете же, конечно, что... Что, когда наступит ночка, могут на нас напасть вампиры или зомби. Поэтому мы должны поставить здесь обязательно... Обязательно должны поставить себе свет. Чтобы нас их отвлекало, чтобы их пугало, и они к нам не лезли. А представляете себе, мы здесь стоим такие... А зомби со всех сторон лезут и лезут. А мы от них отбиваемся, стреляем. Они руками так... А мы дышь, дышь, ломом, бьем, бьем, бьем. В общем, у нас тут хорошая защита. Хорошая. Я думаю, что мы отразим атаки все. Вот. Но девочки мои могут немножко... Ножки у них могут устать. Вернее, ихни ножки могут устать. У каждой по одной ножке, поэтому ихни ножки. Вот. Она может вот здесь сидеть, допустим, и плевать сверху на соседа. Но это некрасиво. Но все-таки вот здесь сидит одна, а здесь стоит вторая. Вот они могут здесь спокойно атаковать соседа сверху. Вот. Вы не думайте, что так все просто. Они запросто могут его отразить атаку. Вот. Ну, в принципе, вот такая у меня защитная система получилась. Я думаю, что неплохо мы поселились на ящике. И довольно так уютненько, да, на ящике. Вот сейчас как-нибудь так вот сделаю, чтобы... Встану, чтобы картинку на этот, на заставку, да, сделать. Чтобы было видно и соседа, и домик было видно, и все, как я обустроил. Вот это примерно будет скриншотик мне, чтобы я сделать заставку. Ну, в принципе, я буду заканчивать этот ролик. Я с нетерпением тоже жду альфу четвертую. И видел все ваши комментарии, что вы писали мне, что уже вот, уже четвертая альфа четвертого числа. В общем, такой день классный. И я думаю, что если все будет хорошо и ничего не поменяется, что даже где-то за час, за два часа зайду, сделаю трансляцию. Начнем играть с вами в альфу третью, в альфу вторую. А потом выйдет альфа четвертая, когда время от счетчика... Я сразу же скачаю ее. И сразу же начнем играть в альфу четвертую на стриме. Ну, вот такая у меня задумка. Не знаю, если вы поддержите, напишите про это в комментариях. И расскажите, может быть, друзьям, что я вот это планирую сделать. Я надеюсь, что все получится и ничего мне не помешает. Все-таки до четвертого числа еще есть время. И может быть что-нибудь, ну, случится, мало ли, не знаю. Но я очень хочу это сделать. Вот такие у меня планы. Ну, все, в принципе. До скорых встреч. Ваш Неломоб. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...